стоят. Война не началась, война заканчивается. И тот, кто не знал, что она началась и давно идет, тут просто сволочь. Потому что 8 лет подряд, начиная с беркутят, которым с двух стволки в лицо стреляли с 5 метров, они потом после двухмесячных операций приходили еще тогда ко мне в храм с лицом таким, как в фильме ужаса. Это были первые жертвы Майдана. Проклятый Майдан, корень и вина всего происходящего. Не надо искать виноватых на стороне. Виноват Майдан и те, кто его устроили. Как за большой атлантической лужей, так и все, кто здесь на континенте этим занимался. Виноваты они по суду Всесвятого Слова и по законам духовным. Между посевом и жатвой должно пройти время. Посеяли 8 лет назад. Жните. А как вы хотели? Если бы посеяли вчера, а пожали сегодня, то, конечно, бы хватило котячего ума понять, за что получаешь. Но поскольку посеяли давно, то уже забыли за что. И Соломон сказал, между посевом и жатвой происходит время, поэтому сыны человеческие не понимают смысла наказаний. Между делом и плодом, между благом и наградой, между грехом и наказанием проходит время, и мы забываем. И поэтому не спешат исправляться сыны человеческие. Но законы духовные никто не отменял. Поэтому виноваты и только там, и только те, кто это сделал. Кто разрушил ту любимую страну, которую мы любили, в которой я лично жил. Которые просто забрали землю из-под ног. И которые на границах нашей страны договорились, придумали и получили для этого все материальные средства и помощь, сделать просто какой-то параллельный мир. Не сделали ничего. Через два года полетела бы сюда без всякой пощады, без всякого предупреждения. И если бы они сюда зашли, резали бы нас с вами и кровью крыши мазали, как они раньше об этом и говорили. Ни один русский никогда не спел песню «Убивайте украинца». А москаляку на геляку мы наслушались вот досыто. Несите патроны, трупы складайте. Пан и полковник, патроны подавай. Я-то слышал больше вашего это все. Давно слышал. Еще войной не пахло, это все уже пелось и говорилось. Но мы никогда таких песен не пели. Да и петь не будем никогда. Мы же не дураки. Мы люди божьи. И там наши братья. Там наши родные люди, попавшие в цепкие зубы сатанинского пса. Одним из них понравилось в этих зубах оставаться. Одни из них ядом напитались и с удовольствием в этом живут. А другие находятся просто в оккупации и пленении. Молчат, потому что ничего не скажешь. Придут ночью, вытащат из теплой постели и зарежут. Буквально, не фигурально, буквально. Или засадят в какой-нибудь подвал СБУ и там издеваться будут над тобой и забудут, как тебя зовут через месяц. Это все очень серьезно. Война началась 8 лет назад. Кто не знает об этом, тот сильно грешит. И мы сегодня ее заканчиваем.